Всем привет дорогие друзья, своя Мождь и мы находимся в игре Ark Survival Evolved в дополнении Ark Genesis, либо Genesis, не важно. В общем, и сегодня вторая серия гайдов, посвященная существам данного дополнения. И я решил, что у нас это будет Bloodstalker, либо же Кровопийца. Огромная паукообразная водомерка, которая предпочитает кровь, которые испытывают лютую жажду крови. И в этом ролике я расскажу, как можно ее приручить, посмотрим на ее способности, на возможности выращивания и в целом на все уникальные моменты, связанные с ней. Приятного вам просмотра. Друзья, с момента выхода дополнения прошло не так уж и много времени, поэтому в будущем возможно какие-то изменения, фиксы, но пока что хочется вам рассказать то, как есть. Потому что вопросов много и все в таком духе. Погнали. Можно заявить, что Кровопийца является самым быстрым существом в мире Ark Survival Evolved. Потому что она способна перемещаться с огромной скоростью на большие расстояния, при этом очень ловко при ваших должных умениях. Может перемещаться по пещерам, воровать яйца, томить животных, атаковать или разведывать территорию. Но в любом случае, давайте вначале мы ее приручим, а потом уже займемся непосредственно изучением ее особенностей, которых на самом деле большое количество. Что ж, погнали ее томить. Кровопийцу, друзья, нам понадобится первое знание. Знание того, что данное существо находится только на карте Генезис в болотном биоме. Далее, друзья, нам необходимо переместиться в биом, который находится на координатах 74 на 70. Ну плюс-минус. Это биом с огромными деревьями. Вы, в принципе, их можете увидеть через всю карту, поэтому перемещаемся сюда. И уже непосредственно кровопийца живет на этих деревьях. Единственное, что может вам помешать, это огромное скопление насекомых, копразухи и прочая нечисть, которая обитает в болотах данного биома. Так вот, нам необходимо с собой взять несколько вещей. Как вы только что могли увидеть, на живом примере, кровопийцы сидят на ветвях этих больших деревьев и захватывают на огромном расстоянии любую жертву, которую увидят. После чего они притягивают вас и начинают сосать из вас кровь. Чтобы выбраться, вам нужно бить по кровопийце, тогда с каким-то шансом он вас отпустит. Но нам нужно его приручить, правильно? Правильно. Поэтому нам нужны, во-первых, парашюты, потому что есть шанс, что мы упадем. Второе. Томится он на данный момент пакетиками крови. Чтобы сделать пакетики крови, нам необходимо на шестом уровне изучить и сделать шприц для извлечения крови. После того, как он оказался, друзья, у нас с вами в инвентаре, нажимаем либо на горячую клавишу Е, либо использовать, и у нас отнимается 25 единиц здоровья. После чего сдаётся вот такой вот один пакетик крови. И каждые 5 секунд вы можете высасывать из себя по одному пакетику крови. Поэтому чем больше человек в вашей команде, в вашем трайбе, тем быстрее вы сможете приручить кровопийцу. Парашюты мы с вами заготовили и пакетики крови. Сколько же их нужно? На данный момент, чтобы приручить на сервере X5 150-го кровопийца, нужно минимум полторы тысячи пакетиков крови. Это очень огромные числа, но в Википедии я нашёл один небольшой совет, что вам необходимо подвести к кровопийце, вначале не вас, а ваше затавленное существо. Кровопийца его поймает, пососёт из него кровь, после чего у него повысится эффективность приручения, потому что изначально на 30%, и так её можно довести до сотни, после чего нужно будет не полторы тысячи, а на 70% меньше. Но я очень долго пробовал, прям вот и подводил и жаб, и птеров, и кого угодно, кровопийца, и почему-то он их не хватал. Возможно, это пока что баг, и это со временем будет пофикшено, но скорее всего в будущем нужно будет подвести своего тиммейта, либо животное к кровопийце, он насасывает крови, набивает себе эффективности, после чего уже подходите вы с пакетиками крови, он вас хватает, и непосредственно томится очень быстрым способом, и не нужно будет брать по полторы тысячи пакетиков крови для 150-го левела. Что ж, давайте теперь попробуем сделать так, чтобы мы его приручили. Всё, всё, друзья, заготовлено, тысяча пакетиков крови аккуратнее, они портятся один каждые 30 минут, поэтому можете использовать с собой соль, а можете просто пойти и постараться его приручить. Так, подходим к дереву, и в принципе, друзья, его даже не нужно искать, они сами вас схватят, я просто тут слегка территорию зачистил, они мешали снимать ролик, хватали меня от всех возможных мест. Ну вот, примерно в таком вот формате мы идём, либо на живки, либо без живки, и просто ищем кровопийцу. Опа! Просто шоу искал кровопийца, в итоге оказывается он был на дереве. Всё, он меня схватил, и потихонечку медленно-медленно присасывает к себе. Так, смотрим какой левел, 26-й. Ой, на него нужно будет мало крови, поэтому смотрим сколько нам понадобится. Видите, он меня схватил, хп он мне никакой не отнимает. Просто стоим и ждём, пока у нас потихонечку исчезают пакетики крови. Так, рейд у меня стоит, видимо, на сервере чуть-чуть увеличенный. Поэтому затомился он довольно-таки быстро. Вот так вот, друзья, поэтому нужно лишь один раз заморочиться. Один раз заморочиться и сделать определённое количество пакетиков крови. Просто прийти в болото, он вас сам найдёт, сам вас схватит, сам приручится, и он будет вашим. Всё. Единственные плюсы, которые могут быть, это реально разработчики сделают возможность повысить ему эффективность посредством привлечения маленьких животных ваших. То есть, опять-таки, повторюсь, он будет вначале хватать их, набивать себе эффективность, а потом уже вас с пакетиками крови. Вот, это было бы очень удобно, и я надеюсь, что скоро это добавят. Ну, а так, в целом, ничего сложного, замудрённого в приручении кровопийцы Бладсталкера нет. Ну что ж, друзья, теперь давайте-ка разберём его способности. Первое, это то, что между выжившим и кровопийцей Бладсталкером происходит некий симбиоз, позволяющий вам видеть лучше в темноте, улучшает вам зрение, и появляется у вас небольшая такая эхолокация, показывающая, какие существа являются нейтральными, какие являются агрессивными, какие являются вашими и так далее. То есть, как у тэк-шлема. Диморфодон подсвечен красным, жабка подсвечена белым, ваше животное будет подсвечено зелёным, и всё в таком духе. Это первая его уникальная возможность. Далее. Второе, это самая полезная возможность, как Человек-паук, летать на своей паутине, используя одну, либо две паутины. Как это примерно работает? Смотрим. А если мы нажимаем на левую кнопку мыши, то наш паучок стреляет одной лапкой. Если нажимаем на правую, стреляет двумя лапками. Прыгаем, зажимаем левую. Опа, одна паутина есть, но он у нас просто падает, правильно? Нажимаем на правую, например, вот сюда вот, он стреляет уже в две стороны. То есть, можно примерно координировать действия своей паутины. Нажимая на пробел, он всё это дело отпускает. То есть, ещё раз. Это довольно-таки, в принципе, конечно, легко, но для объяснения сложное. Нажимаем на правую, стреляет двумя. Нажимаем на Ctrl, отменяет. Левая, одной. Правая, второй. И мы повесли. Всё. Можно слезть, и он останется у нас в таком положении. Чтобы подтянуться, нужно нажимать либо на левую, либо на правую, либо на обе кнопки. Зажимаем их, и он у нас подтягивается. После чего паутина обрывается, мы взлетаем вверх. Также это можно прерывать вручную на пробел. Выглядит это следующим образом. Прыгаем, хватаемся, подтягиваемся, и нажимаем на пробел. Вот, мы вылетели. Всё. Можно нажимать дальше на обе кнопки. Подлетаем. Нажимаем на пробел, врезаемся в дерево. Летим дальше. И в таком духе, Бладсталкер является одним из самых быстрых существ в Аркс Сурвайвал Эволв. Подмотрим следующие возможности. Если подойти вплотную к текстурке, то наш Бладсталкер может по ней, как дрейк, перемещаться. У нас сверху справа появляется индикатор лазания, и мы можем спокойненько ползти по ответственным поверхностям. Далее. Возможность парить. Во-первых, Бладсталкер не получает урон от падения. Пока что. Второе. Если мы прыгаем, зажимаем Ctrl, и он распускает свои лапки, и мы медленно-медленно падаем вниз. В таком положении нельзя управлять, только крутиться, и медленно просто падаем вниз. Но можно использовать нашу паутину, само собой, чтобы переместиться в любой удобный нам с вами район. Далее. Ещё одна способность. Это способность водомерки. На Икс мы либо плаваем, либо на Икс мы бегаем, как водомерка по воде, скользим. И это очень уникальная способность, потому что она позволяет нам теперь томить мегалодонов, ловить рыбу, защищать рыбу, или там хватать лягушек и так далее. Ведь это следующая способность. Мы можем притягивать к себе небольшие цели. Опа, схватили игуанодона, зажимаем левую, и уже не мы летим, а он идёт к нам, после чего происходит анимация захвата, и мы постепенно высасываем из него здоровье, и восполняем его нашей кровопийцей. То есть, если у вас мало ХП, таким образом мы можем восполнить за счёт здоровья динозавров, здоровья нашего кровопийца. Но тут есть свой минус. Если вдруг вам его очень сильно ранят, то в таком случае он будет бить вас. Он будет бить вас и лечиться за счёт уже вашего здоровья. Поэтому будьте аккуратны, ведь кровопийца он не боец, он не танк, и его левонтики легко победить в ближнем бою, как и в дальнем. Следующая способность. На С. Он таким образом наносит небольшой урон, одной или двумя лапами протыкает свою жертву своим острым, как бритву, просто когтём. И после убийства врага он может спокойно взять и разделать его. То есть, мы её убили, и после этого спокойненько взяли и разобрали на составляющие. Но опять-таки, нам сейчас уже будет больно, благо у меня есть с собой пакетики с кровью, поэтому отнимая здоровье, он не у меня, а просто забирает пакетики с кровью. И это очень-очень удобно. И последняя способность, друзья, это непосредственно боевая, боевой навык, боевое вооружение. Если мы берём оружие, то наш Бладсталкер встаёт, выпрямляется на всех его лапах и вверх, позволяя нам выстрелить и не задеть его самого, как и нас. То есть, смотрите-ка, вот так вот он находится с оружием, убираем, он опускается вниз. То есть, само собой, когда мы поднимаемся, он ходит намного медленнее, но при этом спокойно можно стрелять там на рейде, либо отстреливаться от дикой живки. Это животное уникальное для томления, потому что вы можете залезть на стену с какой-нибудь транквильной винтовкой и спокойненько взять вот так вот и какого-нибудь там усыпить, кого вам нужно. Далее, используя способность водомерки, вы можете перемещаться по воде и томить любую водную живку, которая находится на поверхности. Либо забивать лосось, забивать кого-нибудь ещё, там пираний и так далее. Либо быстренько сократить дистанцию, например, на Рагнарке пробежаться по океану, там дойти до плота и так далее. Также его можно спокойненько использовать для воровства яиц у магмозавра, у виверн, у дрейков, ведь он очень быстрый, он уникален своей скоростью. И в целом, он маленький сам по себе, что позволяет ему протискивать довольно-таки узкие места в пещерах, куда другие животные пролезть, само собой, не могут. Поэтому, как по мне, друзья, это один из самых вот прям вот очень интересных персонажей в мире арка. Вот такой вот новый подвид насекомых нам добавили в арк. На С, да, кстати, он может спускаться. на своей паутине. Потом можно раскачаться, зажать левую кнопку мыши и он быстренько-быстренько подтянется обратно. Также можно слезть. Сейчас мы подтянем его. Можно слезть и он у нас останется примерно в таком же положении, как он у нас и висел. Вот так вот, друзья, коротко о его способностях. Вроде бы я ничего не забыл, потому что их крайне много. Ну что ж, друзья, для романтической обстановки я переместился немножко в другой биом. Так, отключаем зрение паука на всякий случай и нажимаем поведение включить спаривание. Нажали. Теперь у этого поведение включить спаривание. И смотрим, будет ли проходить процесс спаривания. Да, процесс спаривания реально проходит. То есть первые насекомые, которые будут спариваться в арке. Что? Вау! Это что-то, конечно, интересно, новенькое. Но давайте-ка проверим, как это будет работать. Я уберу лишние кустарники какие-нибудь, я не знаю. Просто получше видно, но немножко мешаются кусты. Давайте ждать. Так, 99% и появляется вот такая вот хрень, как оплодотворенное яйцо. Вот, в общем, и яичко. Взять его в руки нельзя, поэтому спаривайте их заранее около кондиционера, чтобы было все оптимально. Ну, а я погнал их ставить. Так, друзья, ему нужен один кондиционер. Скорость в лоплении, друзья, у меня стоит очень высокая, потому что я нахожусь на локальном сервере, чтобы все было быстрее. У Аста будет само собой дольше. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вылупляется у нас реально маленький Bloodstalker. Так, что у нас у него по статам 1000 хп? 156. Неплохо, кстати говоря, неплохо. Стамина 600. Так, растет у меня тоже, если что, он очень быстро, потому что у меня увеличенные рейты. Кушает ли он кровь? Нет, кровь он не ест ни при каком раскладе. Ягоды, наверное, он тоже не ест, да? Да, ягоды он тоже не ест, поэтому пробуем мясо. Отлично, наш паук будет питаться просто мясом, то есть очень все просто. Очень просто. Спариваем их, ставим один генератор и непосредственно уже просто кормим нашего паучка мясом. Мясо мы, само собой, делаем ему привязки. Ну и, в принципе, это будет весьма-весьма неплохо. По статам родителей седьмой левел у нас имеет 600 стамины, 450 хп, 350 вес, 156 урона, урон, в принципе, не важно, а 39-й, уже там 1000 хп, 990, веса тоже немного и все в таком духе. Как по мне, друзья, это реально очень классная животина, очень крутой насекомый, мне безумно нравится. Пишите в комментариях, как вам, кто вам из генеиса больше всего нравится и кого еще вы бы хотели увидеть в следующем в гайдах. Ну что, друзья, в принципе, думаю, я ничего вам не забыл сказать, а если забыл, еще раз пишите в комментариях об этом, ведь реальной информации по поводу Бладсталкера очень много. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, я хоть кому-то допомог. Если вы желаете меня поддержать, можете смело ставить лайк, написать любой комментарий, и если вы новенький, подписаться на канал и поставить нажать на колокольчик. Ну, а с вами был Можд, и это был Ark Survival Evolved дополнение Ark Genesis. Ну, Genesis, конечно же. Спасибо большое за просмотр, всем до скорых роликов, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok